всем привет ребят у нас сейчас утро и катя готовит горячие бутерброды на завтрак потому что у нас ничего нет сейчас она их сделает отправить в духовочку и потом мы будем хомячки ну когда они же будут подходить до пока на сегодняшний на сегодня такие у нас планы кушать ну как же как же не поесть так побыстричку сейчас расскажу рецепт горячих бутербродов я думаю он у каждого свой но мы очень часто делаем именно вот так берем хлеб намазываю немножко майонезом сверху у нас тоненькая ветчина вообще неважно когда есть какая-то колбаса дома вот ее используем сегодня у нас ветчина последняя была потом я беру либо помидоры черри либо обычные помидорки нарезаю вот такими кусочками кладу сверху и затем сыр и сыр желательно чтобы он очень хорошо плавился потому что есть такой сыр который вообще почти нифига не плавится и бутерброды получаются тогда сухие вот и сверху укладываю по пол кусочка сыра то есть у меня вот такие кусочки ломтики я их делю на пополам и укладываю вот так сверху матч матч еще и все кстати этот сыр очень вкусно но не издевательным пумы так и сыр этот очень вкусно пахнет вот так значит она не мелкая это квакает как будто так тут совсем малюсенький помидорки перевешивают у меня там в общем поп как хлеба и на тебя тоже сырочек положить но так как он маленький я буду не весь а вот так вот еще на пополам поломаю идеально все убираю в разогретую духовочку буквально чтобы растопился сыр и все и можно доставать включать чайник и кушать включили импровизацию очень любим эту передачу бутерброды готовы вот так вот они выглядят на что всем приятного аппетита приятного аппетита приготовила ваня кофе потому что мы позавтракали я написала пост в инстаграм о о первом беременности вот ваня спит может проснуться котик кофе приехал ребят мы сейчас сделаем нарезочку как и без как и обещали того как отреагировали наши родственники родители на нашу новость и мы сейчас мы все снимали поэтому мы сейчас делаем нарезочку под музычку ну сейчас все сами увидите тем временем мы поехали пока вы будете смотреть мы поедем закупимся нам нужно пить продукты и что же еще кучу всего мне нужно подстричь хотя вроде ничего так смотрится нет не будет так что приятного просмотра да да все мы поехали обважайся нужно бежать вот ты с нами поедешь ладно все поехал всем привет сегодня мы будем снимать необычное видео а именно а именно мы хотим поздравить наших родителей принимаем в общем вы скоро станете бабушкой принимаем сюрприз конечно а я нет ура 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 Я младше, вот это и падает. Сейчас надо беречь себя. Совсем скоро, в июне месяце, ты станешь прабабушкой. Так что поздравляем. Да, так что поздравляем, бабуль, тебя. Так и делаю. Катя с этим прекрасно справляется. Бабуль, мы тебе не просто так звоним, мы тебя хотим поздравить. С чем? Как с чем? С тем, что ты у нас скоро будешь прабабушкой. Да? Да. Ну так это круто, это круто. Да, поздравляем тебя. Мы хотели по видеосвязи, но не работает. Так кто у вас будет так? Так рано еще. Я сейчас на восьмой неделе, еще неизвестно кто. Еще неизвестно кто, да? Нет, ну что, хорошо. Все по плану. Да. Все по плану. Ты меня вот даже как-то неожиданно. Неожиданно. Ожидаемо. Ну в общем, мы тебя хотим поздравить. Да, ладно. Да. Ну молодцы. Это круто. Да. Я хочу звоню. Я хочу тебя поздравить. Бабушка уже поздравила. Бабушка нас уже поздравила. Охи, это бабушка, блин. Бабушка, предупреждай. Бабушка, у нас что-то свои. Привет, Димон. С чем? Не знаю еще. Ну да, тетя Валь, вас тоже поздравляем. Спасибо. Кто вам выдал? Катюш. Тетя Валь, кто выдал вас? Кто выдал меня? Бабушка мне позвонила. Уже бабушка позвонила. Охи, бабушка. Что, думаешь, я просто так тебе звоню? Нет, я поняла, что не просто. Скажи. А? Скажи. А что ты хочешь услышать? Хорошая новость. Тебе уже кто-то проболтался? Нет. Снег. Да, я уже на восьмой неделе, так что уже в начале лета у нас будет бэйбик. В общем, у нас сегодня мы всем все рассказываем. Сейчас Ваня звонит своим дядям. Поверни чуть-чуть телефон. Хочу вас поздравить с тем, что вы стали дядьками. Станете скоро. Да? Молодцы. Поздравляю вас. Обои. Обои. Молодцы. Обрадовали. Класс. Так что, все, вы скоро будете... Поздравляю вас. Да. Ну, будет голосование, кто же пацан или девчонка. Или двое. Мы боимся. Ну что, мы с Ваней хотим, Алина, тебя поздравить. То, что ты скоро станешь тетей. Правда? Да. Да. Да, серьезно. Да, так что, вы планировали летом приехать. Так что, давайте запланируйте так, чтобы это действительно забылось. Потому что в начале лета у нас появится ребенок. Ну, в общем, вот такая вот реакция была у наших родственников, близких. Мы друзей не снимали. Мы снимали вот чисто родители, тети, дяди. У родственников. Да. Только родственников. Да, и сейчас посмотрели эти видео, вот такое какое-то ощущение. Да, прям как-то заново пережили это переживание, когда мы всем рассказывали, все радовались, улыбались. Многие были... Опять пережили эти эмоции. Кстати, многие, кто не очень сильно выразил свои эмоции, на видео, но потом они, как бы до них кто-ли доходил, они уже потом... Я думаю, они потом уже осознавали, переваривали, скажем так, информацию. Бабушка, например, моя, она как-то странно так отреагировала, но потом она там клопочила, столько всего рассказала, поэтому... столько раз поздравила, вот. Да. Так что вот такая вот реакция, мы были рады любой реакции на самом деле. И нам хотелось такое видео отснять, потому что это именно такой момент, который бы хотелось запомнить. Не только у себя в голове запомнить, а чтобы мы могли его включать через несколько лет и посмотреть, да, и восстановить эти все чувства, которые испытывали. Мы уже в магазине, в принципе, купили весь набор продуктов, который нам был нужен, так что отправляемся на кассу. Здесь много чего, я думаю, я дома покажу вам. Все продукты, все запланированные, обожаю клубнику. Я сейчас без нее просто жить не могу, взяла большую упаковку, она сейчас почему-то такая вкусная, не знаю почему. Я еще очень люблю малину, но малины не было, разобрали всю малину. Мы направо? Направо? Входим. А еще у нас сейчас продается черешня по 24 евро за килограмм. Мне Ваня покупал черешню, мы взяли буквально сколько там, 100 или 200 грамм. Вот, ну, она была вкусная. Очень дорого. А эта дорогая, 24 евро. Яйца! Господи, я про них вспомню. Вот эти хорошие. Только не разбитые, смотри. Мы в последнее время берем, наверное, покупали яйца и много выкидывали, потому что очень многие были треснуты и разбиты. А куда все яйца делись? Смотрите, ребята. Это... Это стенд с яйцами. Ну, бери вот эти, какие есть. Или вот эти, смотри, черные. Вот эти есть и эти. Ну, давай вот эти. Возьми вот эти. Это типа премиум. Две упаковки возьми. Потому что... Давай возьми вот одну такую. И одну такую. Вот такие мы уже брали с тобой. Они были разбитые? Нет. Но мы очень давно их брали. Ну, они там из серединки. Ну, бери из серединки. Молоко взяли. Ну, по идее, должно хватить. Но сегодня хватит. Но сегодня точно хватит. Посмотри, чтобы не упали. А, ладно. Еще. Едем на кассу. Мы вернулись. Мы дома. Давай начну. Так. Сразу же. В этом пакете... Помни наполнитель. Угу. Который ты поменяешь. Да. Это, это, это точно. Так. Здесь у нас запасы туца. Томати. Кстати, Кате взяли новый чехольчик. Да. Не то, что новый. Просто чехольчик. Просто чехольчик. У нее не было чехла. Так. Так. Дальше. Тунец. Сахар. Сахар. Курица. Курица. Фарш. Фарш. Что мы приготовим из фарша, курицы, сахара и тунца, вы узнаете в следующем видео. Хлеб. Хлеб. Чай. Чай. Это все для одного блюда. Киндер яйца. Киндер яйца. Масло. Туда же. Кукуруза. Кукуруза. Клубника. У всех уже рисуется. Картинка. Ветчина. Сыр. Сыр. Магароны. Энни. Номер 6. Плюма на испанском. И спагетти. Тайарин. Они такие плоские. Следующий, последний пакет. Яйца. Как мои шутки. Яйца. Хлеб. Лук. Огурье. Че ты смеешься? Картошка. Картошечка. Ты не услышала мою шутку. И морковочка. Или услышала? Че забивай в приложение портфор. Зая, не уходи от вопроса. Я не услышала, что ты сказала. А че за смеяло? Я начала смеяться. Ааа. Ты говоришь, что макароны плоские. Я говорю, как мои шутки. Ха-ха-ха. Ну у тебя не плоские шутки. Просто не все загоняют в твою шутку. Ну это значит, что они плоские. Ну значит у меня тоже плоские, юмой. Потому что когда ты шутишь, ну правда мне иногда смешно, иногда нет. А еще вы знаете что? У нас сегодня с вами в блюдах. Ааа, точно! Поэтому мы это все купили и будем готовить праздничный ужин. Че, позовем по мне? Сделаем фаршированные яйца. Киндер шоколаде. Как раз по мне, да, блюда? Да, начингуем их. Начингуем. Ну такое слово есть. Фаршируем. Фаршем. Фаршируем фаршем. Это как масло масляное. Курицей, сахаром, тунцом, кудникой, морковкой, хлебом, ой, картошкой и всем остальным. Получатся очень вкусные фаршированные киндер яйца. Можно, кстати, завернуть в капусту и получатся голубцы. У меня, кстати, вот сколько я времени в положение хожу, у меня никогда не было каких-то извращенных каких-то рецептов, которые бы мне хотелось, да, сочетание каких-то извращенных. Ну, ты могла поесть что-нибудь там. Ну, я одно за другим могла. Ну да, вместе не ела. Ну, допустим, Катя очень часто такое, не очень часто, но было такое, когда она ела помидоры. Мы покупали, я не знаю, помню, где-то нет. Мы ездили, короче, купили две большие банки помидоров, одну банку, Катя съела за раз сама. А потом ей захотелось сладенького. Она поела сладенького, потом ей захотелось солененького, она поела что-то солененькое. В общем, нам такое намешало. Ей нормально ходила, счастливая. Но все равно, я понял, много раз было такое, что Катя не знала, что она хочет есть и начинала плакать. Реально было такое, потому что я заглядываю в холодильник и думаю, наверное, я хочу там, я не знаю, ну, сосиску. Я беру эту сосиску, а мне от нее тошнит. Я говорю, нет, не хочу. Я хочу, наверное, какой-то бутербродик. Делаю бутербродик и понимаю, что я не хочу этот бутербродик. Помните, я варила целую кастрюлю супа-пюре? Помните? Кто помнит, тот помнит. В общем, вся кастрюля ушла в унитаз. Потому что я на следующий день открыла эту кастрюлю. Мне как дало в нос запах этого супа. Не я, суп. Я просто... Мне было такое, фу! Я брала вот такую поваречку, так вот его поднимала, и у меня такие позовы были. Я, короче, все, это мой. И это есть точно не буду. Ты что ко мне тут пришла подлизываться? Ну? Пусть. Ладно. Сейчас будем кушать, готовить, поедим. И будем снимать у нас по плану два видосика. Два. Два, два, два. Я буду снимать, как я готовлю. Ого! Планы на сегодняшний улок вообще шикарные. И шикарные. А я думаю, всем стало интересно, что же там за фаршированные яйца получится. Мы будем яйца фаршированные готовить. Не портим тригу. А? Не портим тригу. Никто ничего не портит. Пусть. Он только что у меня оттерлась. Ну ладно. Мне со мной никто не поверит. Итак, я уже почистила картошку, нарезала на такие вот брусочки. У нас такие вот маленькие ножки. Мы взяли четыре штуки, буквально, чтобы нам было вот чисто поужинать, покушать. Обязательные специи. Соль. Хорошо. И курицу, и картошку солим. Затем черный перец. Он у нас очень тушистый. Я его, ну, немного, чтобы не переборщить. И я всегда, практически во все блюда добавляю аджику. Это такая приправа, сухая аджика, которую привозят нам с России. И она нереально вкусная. Она добавляет такого невероятного вкуса еде. Особенно, когда готовлю что-то в духовке, обязательно, обязательно ее добавляю. Она не острая, вот она вот такая вот пряная. Да, и шашлыки, когда делаем, тоже добавляем. Да. Теперь. Я хотела сделать это все с оливковым маслом. Ваня очень слезно попросила сделать с майонезом. До всех пор плачет. Да, поэтому добавляю пару ложек майонеза. И сейчас буду это все перемешивать. Мы тут с Пумой очень сидим и наблюдаем. Я думаю, ложки три точно хватит. Да, можно, кстати, не размешивать, так и оставить. Теперь берем руки. Я не брезгливая. Руки чистые. Теперь все перемешиваем вместе с картошкой и пирси. Духовку я уже поставила разогреваться на сколько? Ну, я на максимум ставлю, потому что у нас такая слабенькая духовка. И чтобы она у нас быстро и хорошо все приготовилась, я всегда на максимум ставлю. Ну, это приблизительно где-то 250 градусов. Но я думаю, оно там до 250 не доходит. Теперь картошку вот так вот подвигаем. Сюда выкладываем. У нас чеснока нет, да? Курицы. Не, мы хотели купить, но там не было этикетки. Я уже не хотела бежать за чесноком. Готовлю все в такой вот форме. Очень удобно. Потом покушали, выкинули, и ничего мыть не нужно. Да, а то и противень это ужасно. Противень мыть, ненавижу мыть. Его нужно сначала ручной помыть, потом отправить его в посудомойку. Он не всегда отмывается. Он не занимает. Да. Все. И-де-аль-но. Теперь все это в духовочку. И минут, наверное, ну, наверное, около 40 минут оно будет у меня готовиться в духовке. Тем временем я сейчас сделаю салат свежий из капусты. Ого, это что-то новенькое. Да, очень. Я вот, когда в последний раз ходила в магазин, купила капусту, буду делать сейчас салатик. Отлично. Салат. Я нашелинковала капусту, порезала тоненькими полукольцами салатный белый лук и натерла на крупной терке морковь. Теперь это все нужно хорошо так же посолить. Да, пока что хватит, а там посмотрим. Я люблю капусту немножечко поперчить. И теперь рукой сейчас хорошо это все перемешаю и немножко вот так вот пожмякаю. Не знаю, правильно ли это будет сказать, правильно ли это пожмякать. Ну, в общем, вот так вот я помну, помну капусту вместе с морковкой, лучком. Вот. Я, мне нравился такой салатном школе в столовке его давали, только капуста была белокочанная, а обычная, это какая-то другая, я не знаю, как она называется. Она такая немножко кучерявая, что ли. Вот, все отлично. И вот здесь у меня вот такими вот брюсочками нарезан огурчик. И его я сейчас после того, что я вот все это сделала, только теперь я добавляю огурец. Сверху огурец немножко присолю. Все, постараюсь это все одной рукой сделать, а там уже как получится. Так, получилось. Теперь немножко присоливаю сам огурец. И уже не рукой, а ложкой буду перемешивать. Так, теперь все перемешиваем вместе с огурцами. Я люблю салаты перемешивать вот такими вот щипсами. У меня их 3 или 4 штуки. Я и для мяса использую, и для салатов. Очень удобная вещь. Заправлять я такой салатик буду... У меня здесь оливковое масло и масло авокадо. То есть 50 на 50. Немножко такого. И немножко масло авокадо. Оно такой имеет специфический вкус, поэтому я просто на масло авокадо не делаю салат. И оно вот такое, более густое, кстати. Но очень вкусно и полезно. Все перемешиваю. И салат готов. Очень такой весенний салатик. Кукуш-куш-ка! Когда мы жили в заяцах родителей, вот весной... Сейчас сюда зеленый горошек можно добавить. Ну, да, можно зеленый горошек. А у нас его нет, да? Нет, вроде есть баночка. Твоя мама такой салатик делала. Очень вкусный, я его очень любила. Вот, все. Салат готов. Вуаля! Остается дождаться, когда приготовится курица с картошкой. Все. И будем ужинать. Да. Ой, пахнет так вкусно. Так, 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 так. Что у нас здесь получилось? Вот такая вот румянецкая, красивая курочка, картошка, хлебушек. Как я сама испекал. Очень вкусно, да? И салатик. Мы туда добавили горошек. Все, мы будем сейчас есть. Всем приятного аппетита. Приятнейшего аппетита. О, как пахнет вкусно. Надо есть. Да? Ладно, ребятки. Тут какая-то особо очень сладко спит. Очень приочень. Всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok